Итак, ну что ж, ариеры у народ, у микрофона Мамару, и я рад представить вашему вниманию 100-дневный цикл выживания колонии в такой увлекательной игрушечке, как Римворлд, с невероятно трудными, а от этого ещё более интересными условиями выживания. Перед началом нужно всё разложить по порядку, это не ванильный Римворлд. Полный список модов вы можете видеть на своём экране прямо сейчас. Особенно любопытные люди могут написать мне в личку на почту, указанную в описании, чтобы заполучить сборочку без лишних заморочек. Ну а когда все основные нюансы были утрясены, то можно продолжать основную тему видеоролика. Выживание этой колонии планируется как следует из названия видеоролика в крайне суровых условиях, а значит, моды тут только для общего хардкора и погружения в мир холодных пустынь. Ну и тогда не будем с этим затягивать. Всем приятного просмотра! День первый. Наша первая колонистка Вейкс 415 по счастливой случайности оказывается с сестрой Векс, предводителя предыдущей колонии. Ну с сестрой, вернее, немножечко с натяжкой, ведь они просто выросли в одной лаборатории, а при побеге всех подопытных разбросала по разным мирам и планетам. Так и сейчас Нур не знает, сможет ли она найти хоть кого-то из знакомых. В отличие от Векс, ей везет гораздо меньше. Планета, на которой она оказывается погружена в вечную зиму. Что значит, надеяться на отпуск у берегов моря вряд ли придется. Оглядевшись вокруг, Нур обнаруживает украденную и при побеге старую винтовку с шестью коробками ватронов. При должной экономии этого должно хватить на самооборону в течение нескольких лет. Осознав всю исходность бытия, Нур безумно рада этой винтовке, ведь буквально только она одна отделяет колонистку от холодной и голодной смерти. Немного придя в себя, Нур решает обойти территории, доступной ей, и обнаруживает недалеко от себя паровой гейзер. Зная, что это бесплатный источник тепла, она решает как можно скорее обустроить себе хоть какое-то место ночлега возле него. Рубя прикладом ближайшие сосны, ей удается насобирать немного веток и полен для того, чтобы построить первый шалаш, пользуясь рельефом местности и инженерными знаниями, полученными от профессора. И спустя всего какой-то день усердной работы, невозможно уставшая и голодная, но безумно радостная. Она ложится спать с мыслью, что этой ночью холоду не победить. День второй. Новый день начинается с вопля желудка. Лужное чувство безопасности и тепла все же напоминает Нур, что она не съела ни крошки с самого побега, и сколько лун прошло с тех пор, помнит только Кассандра. Взяв винтовку, и еще до рассвета, наша героиня решает начать охоту нагорных козлов. Всего двух точных попаданий достаточно, чтобы сразить тушу и заиметь себе прекрасный запас мяса. Добив бедное животное, она несет тушу в свою лачугу на разделку, но в связи с нехваткой строительных материалов, разделывать приходится прямо на улице, потому что все найденное дерево поблизости будет идти на костер, на котором мы это самое мясо и будем жарить. Все время готовить на улице это конечно же не вариант, поэтому Нур будет разламывать ближайшие строения, чтобы из разломанных ресурсов построить себе нормальное жилище. Процесс этот будет идти ну крайне медленно, поскольку ей приходится все делать в одиночку. Думать о том, как бы не замерзнуть одной в легкой кофточке, о том как бы не померять от голода или антисанитарии, едя мясо лежащее на снегу, и конечно же о том, как бы побыстрее заткнуть все дыры в деревянном каркасе, чтобы как можно скорее обзаветить приемлемыми условиями выживания. День третий, и Нур завершает строительство очень мини-холодильника и теперь уверена, что вся еда не испортится со временем в вечной мерзлоте. В ход строительство идет все, что под руку попадется, и все предметы, которые только можно найти поблизости. Но даже так удается посчитать, что при разборе ближайших построек можно будет построить запланированный мини-складик и небольшую бытовую комнату. День четвертый, все косточки давно обглоданы из той самой убитой туши, и наша храбрая колонистка идет снова на охоту на неких моралов, которые уж очень сильно похожи на оленей. Охота оказывается чересчур удачной, настолько, что места для хранения туш не хватает. И завершает всю эту картину заяц, проходивший мимо. Он видит всю эту картину и невероятно сбешен тем, что и сам не сможет теперь полакомиться мясом. И конечно же из-за этого он начинает охотиться на Нур. Обалдев конечно от наглости, но не растерявшись, она пускает заяцу пулю в лоб. Халявное мясо лишним не будет. День пятый, разделка туши заняла чуть больше времени, чем планировалось. Зато проблем с едой не будет еще приличное количество времени. Несомненный плюс в этом деле, что при разделке мы также получаем еще кожу, из которой Нур сможет сделать спальный мешок. К сожалению, для создания полноценной кровати не хватает нам еще изучений. А общая нехватка изучений может стать серьезной проблемой для нашей колонии на долгие годы вперед. День шестой, строится гальюнг. Можно сказать, что это биотуалет современного мира. Познав об этом, двое аборигенов из врожденной фракции незамедлительно решают напасть и захватить чудо инженерной техники. Ну а что могут сделать всего два аборигена с пилумами против кошка-девочки с винтовкой в зимних условиях? Ну конечно же ничего, поэтому без особых проблем парой метких выстрелов бригада новоприбывших успокаивается, а у нас появляется немножечко хотя бы какой-то одежды. День седьмой, крайне зимние условия неблагоприятно влияют на ушастую фауну. Нур заметила, как собрат бешеного кролика бесцеремонно воруют наше мясо из холодильника. Не в силах терпеть такой произвол, кролик ловит пулю в лоб и сам становится обедом. День девятый, завершается строительство посредственного склада, возведенного в спешке, лишь бы не испортили скоропортящиеся предметы. Теперь без спешки можно продолжить разбирать оставшиеся сооружения и копить ресурсы на следующие постройки. День десятый, завершается постройка простого исследовательского стола в пристройке. Нур решает, что в приоритете все-таки будет изучение электроэнергии. Электричество нам сейчас нужно по нескольким причинам. Первая и основная это готовка. Сейчас Нур готовит на костре, который требует древесины, а деревьев вокруг не так чтобы и много, скорее очень мало. И чем скорее мы начнем использовать электроплиту, тем лучше. Вторая причина это отопление. Пока не будут готовы обычные батареи и трубы, мы могли бы отогревать свои пушистые места от обычных электрообогревателей. Ну а также в этот день член фракции враждебных зайцев нападает на куницу, прибывшего к нам каравана, и с одного укуса убивает ее. Караван, возмущенный этим, убивает зайца. Выгодка ушастого стоила нам немножко репутации с этой фракции. Но мы как бы и не против, ведь взамен мы получили очень даже приятный бонус в виде мяса. День двенадцатый. И снова травоядные животные нападают на запасы мяса из холодильника. Видимо, каким-то таким незамысловатым способом наша Нур смогла придумать ловушку для бродячих зверей. Только вот есть нюанс в том, что это мясо будет просто кушать у нас из холодильника и свободно убегать. Нужно придумать все-таки какой-то способ, по которому это мясо будет оставаться у нас в холодильнике. День тринадцатый. Только Нур садится за исследование, как тут же сразу коза норовит поесть запасы. Нет, это уже ни в какие ворота. Какие-то неправильные животные тут обитают. День пятнадцать. Так бы и продолжались постепенные отстрелы с животных и приток мяса в наш дом. Если бы не неожиданный налет в этот день. Нападанец с луком жарит разобрать нашу базу по кирпичикам. Нур осознает, что против винтовки у лука мало шансов. Без ранений колонистке удается поразить нападанца, и никто не спорит, что победа у нас в руках. Только из-за этой перестрелки горячо встает вопрос о боезапасе. Прошла всего-то пара недель, и кто бы мог подумать, что именно это будет такой серьезной проблемой. С убитого колониста нам удается заиметь неплохого количества одежды, в которой Нур будет себя еще увереннее чувствовать в окружении холода. День шестнадцать. Нур отстраивает небольшую пристройку к основному зданию. Эту постройку планируется использовать как тюрьму для новоприбывших агрессоров. Ну и если таковые будут. Запасов еды у нас пока что хватает, ее даже в доме слишком много, как и оленей поблизости. А вот в рабочих лапках и скорости развития поселения мы очень сильно нуждаемся, и будем рады любому, кто хотел бы к нам присоединиться. День двадцать второй. Начинаются монотонные зимние вечера, как будто тут могут быть другие. Когда все время Нур занимается исследованиями электричества, за исключением лишь тех моментов, когда она охотится или готовит себе покушать. И лишь на этот день происходит что-то интересное. На пришедшие к нам гостя нападает волк, и сильно ранит одного из гостей. Как ни странно, они расценивают это, как бы мы не смогли их уберечь от этого волка, и портят с нами репутацию. Да бы реабилитироваться в глазах общественности, Нур решает все-таки спасти бедолагу, и уносит его к себе домой, пытаясь вылечить. Все бы ничего, но очень сильная беда в том, что у нас нету вообще лекарственных трав. Те два подорожника, которые мы нашли под слоями снега, вообще не идут в расчет. Из-за недостатка медикаментов очень высок теперь шанс на погибель сильно раненой гости, даже несмотря на то, что у нее всего лишь укусы. После перевязки обнаруживается самое страшное, у нее заражение. Главное, что мы вряд ли сможем с этим бороться. Нур конечно же приложит все, что в ее силу для того, чтобы оказать ей помощь. А именно, будет дальше заниматься своими делами, лишь изредка принося ей теплую еду и меняя бинты. Больше внимания оказывать ей вообще бессмысленно, так как уже можно понять, что шанс на выживание у этой колонистки крайне малы. Видимо, великая Кассандра все-таки услышала мольбы Нур о помощи и высылает к нам на голову рейнджера по имени Гидеон. Будем честны, не самый приятный человек по характеру. Ну а на просторах ледяных пустоши выбирать не приходится. Даже так Гидеон будет оказывать сильную помощь и в разы ускорить наше развитие в этом мире. Он возьмет на себя домашние обязанности, готовку, ремесло и все то, на что у Нур не хватает времени. Казалось бы, все чудесно, но вот нападающий абориген из рожденной фракции норовит порушить наши планы. Противник с ножом против винтовки и еще одного мансующего колониста. Будем честны, у нападанцев не было ни единого шанса с самого начала. День 23. Неожиданно утро нового дня встречает нас с зрением о том, что у гостей, несмотря ни на что, смог выработаться иммунитет. А значит, уходя, она принесет нам репутацию, чему мы несомненно рады. И вообще, очень удивительно, что этот персонаж, несмотря ни на что, смог выкарабкаться. А к вечеру пара нападанцев решает на нас напасть. Они с ножами и какой-то серьезной угрозы не представляют. Самая серьезная для нас сейчас угроза – это нехватка боеприпасов. Подпустя их к себе поближе и применяя преимущества местности, нам удается без труда отдалеть их без особой траты патронов. День 27. Завершается небольшая перестройка базы. И, казалось бы, всего две свободные руки появляются в колонии, но даже так Нур удается выполнять работу в три раза эффективнее. За такой короткий срок, она решает соорудить небольшую перестановочку и переделать холодильник. Его перестройка в первую очередь нацелена на увеличение вместительности туш, изобилие которых уже даже негде складывать. День 28. Завершается изучение технологии камнеобработки. Колония посчитала, что нехватка сырья для строительства, всё же приоритетнее необходимости в электроэнергии, поставленной уже на следующее изучение. Благодаря изучению камнерезки, Гидеон сможет заготавливать новый материал из-за блоков, валяющихся поссюду, пока Нур будет исследовать долгожданное электричество. А уже после из новых блоков мы смогли бы возводить себе более-менее безопасную базу. День 29, и видимо тесное нахождение вдвоём и общение друг с другом даёт о себе знать. Нур и Гидеон решают стать парой, и гореть друг друга в условиях морозного холода. Только вот один нюанс заключается в том, что Гидеон по религиозным соображениям не может спать вместе снова до свадьбы. Из-за этого наши колонисты будут теперь и радоваться, и грустить одновременно. Ну а мы будем ждать дальнейшего развития событий. День 35. Мясо само идёт к нам. Нападение хищных лисиц. Мы тратим ещё немножечко патронов, зато запасаемся мясом, которое стало чуть быстрее попадать с появлением второго рта. У нас также в этот день завершается пристройка для резки камней и научных изучений. И чтобы отпраздновать это событие, отношения парочки Нур и Гидеон развиваются невероятно быстро. Они решают пожениться. День 41. Поступает задание от союзного поселения. Взамен на шестидневную заботу о Хаске нам вручат невероятно классного колониста, с которым Нур уже когда-то была знакома в прошлом. Они вместе когда-то были в заключении у учёного. И наши колонисты просто не могут не помочь сестре. Хаски прибывают к нам незамедлительно, и мы предпринимаем всё, что в наших силах, чтобы эти шесть дней прошли максимально беззаботно для неё. Главное, что у собачки нет гнилокровия. День 42. К нам хочет присоединиться музыкант, который ничего из себя не представляет. И из-за условий климата мы даже не можем ей позволить остаться у нас в качестве раба. Ну а тот факт, что буквально первое, что она делает, это просто начинает объедаться, вынуждает нас просто взять и изгнать её из поселения. Сильно расстроившись при этом. День 45. Беда пришла откуда не ждали. Никто не мог представить этого, что все запасы еды подойдут к концу. Все туши уже давно разделаны, а мясо приготовлено. Только чё-то вот новых животных, питательных, пригодных в пищу, нет уже на карте. Есть, конечно, парочка варгов и кроликов, которые пойдут обязательно в расход. Но ещё через пару дней и этого не останется. Никто не мог из наших колонистов даже такое себе представить, что может случиться так, что именно еды нам будет не хватать. Просто потому, что вся живность либо ушла, либо была съедена. Как быть дальше, пока что непонятно, и нужно поскорее искать выход. Всё, что мы можем сейчас сделать, это снизить рацион питания колонистов вдвое, пытаясь выждать момент появления животных на карте. Видимо, услышав курчание голодных животов, на нас нападают нападанцы. Они вооружены оружием ближнего боя и не представляют для нас опасности. Невероятное стечение обстоятельств приводит к тому, что один из нападанцев обладает просто невероятными чертами характера и был бы незаменимым колонистом. И мы могли бы прямо сейчас его себе заполучить. Но не можем по банальной причине. Лишний рот нас может просто погубить. День 46. Хаски у нас побыла достаточно, и мы на челноке отправляем её обратно. К нам присоединяется взамен новый кулинар Эггман. Под вечер этого дня нам приходит спасательный торговый караван, и мы продаем всю имеющуюся кожу взамен на еду, что помогает нам немножечко оттянуть момент голодной смерти ещё на пару дней. День 48. Нур и Гидон играют в свадьбу. Они решают, что лучше сделать это как можно раньше, ведь неизвестно, что ждёт нас завтра. А так они каждый день будут счастливы, ведь они есть друг у друга. День 49. Великие рассказчики считают, что не может быть всё так радужно у наших поселенцев. И награждают Гидеона чумой. В наших реалиях, будем честны, это скорее всего верная смерть. Но Нур не верит в это. Она не сдаётся. И будет прикладывать все доступные подорожники к Гидеону. Также велит ему придерживаться максимально постельного режима и обещает, что будет с ним до самого конца, чтобы не случилось. День 50. Болезнь, к сожалению, оказалась слишком тяжёлой. Из-за неё мы лишились великолепного мужа, колониста и работника. Тяжесть утраты ещё долго будет висеть над всеми нами. Колонисты не забудут этого прекрасного человека. Нур, как и подобает, подготавливает для него могилу и хоронит со всеми почтями викингов. Как только у нас, конечно же, будет нормальная база, обязательно приготовим для него нормальный саркофаг. Ну и, как это ни странно, Эггман единственный, кто на похоронах не горевал. Он ощущает на себе всю предстоящую тяжесть бытия. В условиях нехватки еды, лишения одного лишнего рта, даже в каком-то смысле это хорошо, но, конечно же, лишение дееспособности важного колониста в лице Нур, это не то, что хочется видеть в данных условиях. Эггман со своей стороны будет пытаться её успокоить, пока на это хватает собственных сил. День 52. Настал день Икс. У нас в колонии полностью закончилась провизия. Животных на карте нет. Совсем. И единственный вариант, к которому мы сейчас можем прибегнуть, это каннибализм. Но, точнее, поеданят уж людей. Ведь на самом деле, в какой-то степени, это не каннибализм. Ведь фактически наши колонисты из расы кошка-людей. То есть, гипотетически, они не поедают себе подобных. Но игра, к сожалению, считают немножко иначе. И навешивает нам дебаф за то, что мы как бы едим себе подобных, и за то, что мы едим ещё и человеков из другой как бы расы. Что накладывает нам тройной дебаф за всё это безобразие. Так, в нашей колонии наступает чёрная полоса, которая надолго отпечатается в памяти колонистов, если, конечно же, они смогут выжить в данных условиях. День 55. К нам на счастье приходит оптовый торговец, который с радостью выкупает у нас всё мясо и кожу, а взамен готов продать мясо животного происхождения, что в эквиваленте получается выторговать гораздо даже большее количество, чем заложено изначально. Благодаря этой торговле у нас получается выиграть ещё несколько дней. День 56. Нападанцы нападают именно в тот момент, когда наше поселение максимально ослаблено. Только на великолепной силе духа и мастерстве Эггмана нам удаётся выдержать это нападение, в то время как Нур до сих пор грустит и переживает пищевое отравление. В общем, чувствует себя максимально отвратительно. День 59. Как уже это говорилось, нам нужно много что сразу и везде изучать, строить и делать. Так вот, к 59 дню была завершена модернизация базы. Увеличено полезное место парового гейзера, перестроены примерные места комнат для наших лонистов, а также сделано расширение будущего склада. И это всё ровно очень черновой вариант базы. В комнаты мы не можем переехать из-за низких температур и вынуждены спать поближе к гейзеру. А остальное строить нет вообще никакого смысла, пока не изучены электричество и стеклянные потолки, изучение которых у нас в максимальном приоритете. Поэтому, начиная с этого дня, все наши силы будут уходить именно на это, на постоянное изучение и исследование. День 62. Охота на гигантского ленинца приносит нам кучу мяса в колонию. И это отличный способ поднять моральный дух колонистов. День 66. Нападение нападанцев. Опять в самый неудобный момент. В то время как сорвалась наша Нур. Отобрать у неё оружие вообще никак не выходит, пока она в срыве, а значит наша безопасность под угрозой. Но как только враги начинают приближаться, Нур вспоминает о своих обязанностях, прекращает психовать и вымещает накопившуюся агрессию на нападанцах. Дела в колонии тем времени все хуже и хуже. Хорошо, что два новых тела пришли на разделку. Ну а постоянные срывы уже стали нормой колонии. День 71. Ура! Это случилось! Целый отряд муффало пришел к нам, а значит можно не питаться этим безобразным мясом. Мы сразу несем свои мохнатные жопки туда и всеми правдами и неправдами будем пытаться победить как можно больше огромных мясных шариков. И не важно сколько уйдет на это времени, нас даже не волнует возможные попытки агрессии в нашу сторону. Для нас главное как можно больше мяса. День 72. Охота продолжается вплоть до утра следующего дня, пока вся стая не была успешно уничтожена. Но удивление патронов затрачено на это меньше, чем планировалось благодаря тому, что мы лишь наносили смертельные раны, а умирали как-то они сами. Большой запас туш обеспечивает нас достаточным количеством продовольствия и надеемся мы сможем навсегда забыть, что такое человечина. День 74 и это свершилось. Мы наконец-то завершили изучение электричества. Как и говорилось ранее, первым делом мы строим электроплиту и электровентилятор. Готовить на костре вообще не вариант. За все время пребывания на карте осталось всего парочка маленьких деревьев и больше рассчитывая древесину мы просто-напросто не можем. Следующая на очереди в обязательном порядке стеклянная крыша, чтобы иметь возможность выращивать еду, а также механика, чтобы производить патроны. Из-за психической неустойчивости Нур впадает в ступор. Непонятно, когда она сможет выкорбкаться, но факт в том, что Эгмуну придется самой заниматься всей базой, заботиться о пациенте и еще обороняться в непредвиденном случае. День 84. Нур, провалявшись целую неделю, восстает. Кажется, это время пошло ей только на пользу. Она отдохнула, более-менее, только сейчас смогла оправиться от смерти мужа и рвется уже в бой, готовая приложить все свои усилия в помощь колонии. День 85. Начинается тотальная перестройка базы и ее перепланировка. Принято решение начинать делать уже более-менее бронительную структуру нашего дома. Переносится и строится комната, выравнивается гора, расширяется склад и планируется будущее у братства всей базы. Также в этот день к нам приходит торговец, который в обмен на кожу рад предоставить нам много стали и компонентов, из которых мы смогли бы изготовить много чего вкусного. День 88. На пришедших друзей нападает медведица. Снова портят репутацию, но мы не расстраиваемся, потому что это куча халявного мяса, а раненого друга мы всегда сможем без проблем вылечить желтым снегом. День 94. Завершается примерное строительство комнат. К сожалению, также большой проблемой становится проблемой температуры. У нас банально не хватает изучений, чтобы обеспечить тепло в комнатах. Как ни странно, хотелось бы использовать сразу единую систему отопления, а для этого нужно изучить бойлеры, трубы и прочее. Также не мешало бы изучить аккумуляторы для того, чтобы использовать электричество в нагревательных целях. Возможно, пока временно мы будем греться от обычных обогревателей, но это гораздо неэффективнее, но сойдет на временный вариант. Так Нур и Ягман поселяются в общей комнате. Конечно, ее внутреннее убратство гораздо лучше, чем у парового гейзера, но все еще равно они получают много дебафов за общую комнату, за недостаток декора, за недостаток раздельного кондиционирования и прочее. День 100. Очень быстро пролетели эти 100 дней и очень много событий произошло, а самое главное, непонятно, что будет дальше. Хоть смерть от голода нам пока не грозит, это еще ничего не значит. Колония прекрасно помнит, как такое же чувство было в самом начале и потом бац, вся еда резко закончилась. Что будет, когда у Нур закончатся боеприпасы? А судя по тому, как приходится их использовать, случится это быстрее, чем мы думали. Скоро волны приходящих врагов станут еще сильнее и неизвестно, сможет ли колония противостоять следующим угрозам. И если вы хотите увидеть продолжение, то все в ваших лапках. И чем больше будет пальцев вверх, тем скорее будет выход, продолжение, которое уже заснято и только ждет выхода на канал. Ну и тогда на этом у меня все. Всем удачи, и я не прощаюсь.